Добрый день. Добрый день, Борис. Мы свидетельствуем о милости Божией, которая долготерпением своим Господь спасает людей, приводя их ко спасению. Вы желаете услышать полезное для своей души, для вечности? Конечно, конечно, слава Богу, конечно. Мы, верующие в православные христиане, у нас главная книга называется «Святая Библия» о распятом и воскресшем Иисусе Христе, где говорится о Его милости, что Он умер за нас и ожидает нас с покаянием, как любящий Отец Небесный. А когда написано в Евангелии, этого отрицать никак нельзя. Никто там не изменял ничего. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Мы спасены, только можем быть верой. Если мы верим, только верой мы можем спастись. Вера. Речь идет о вере не просто как религии. Это ничего не дает, о спасителе. Христос умер за наши грехи. Ну да, если я верю в Иисуса Христа, что Он сошел на землю и забрал все грехи, если я в это верю, что так оно и было, то я и менее через это спасение. Так, веровать, покаяться, покаяться, принять крещение и жить по Его заповедям. Ну да, но заповеди какие основные? Это возлюбив ближнего своего самого себя. Две, да, правильно. Отвергни самого себя, возьми крест и следуй за Господом. Следуй по Его святым заповедям. Я тоже верующий, как бы. Я верующий, я живу по Новому Завету. Ну правильно, по Новому Завету и надо жить. А вы знаете, что Пасха через две недели? Ну, 28 числа. Вы пост соблюдали? Семь недель? Я почти. Я самый большой 10 дней постился. То есть семь недель, которые церковь назначила постная пища, не должно быть скоромной. Вы это соблюдали? Как еще раз? Вот начинается пост, перед постом была Масленица, а потом семь недель не разрешается есть скоромную пищу, мясное, молочное, яйца. Ну что, как дела? У всех один вопрос, как дела. Вы спросите, как дела могут идти у верующего и как у неверующего? Это большая разница. Мы стоим, молимся, благодарим Бога, на душе радостно. А у неверующего что? У него впереди только одно блуд, пьянка, опохмелился и раньше времени в могилу сошел. А там ад, там ад. Там ад, вечное мучение ждет грешника, кто не покается. Надо жить для Бога. Если у вас в доме нет, достаньте вот такую книгу. Обязательно достанем. О, только не ругайтесь, мы поговорим немножко. Вы, я лежу, на работе где-то? Да, на работе, да. У вас на работе, наверное, все матерятся и курят все. Да. Что это? Не зря же нас на работу взяли. Ну вот так. Взяли на работу, значит, вы и там можете доброе дело делать. У нас ремонтировали железную дорогу, а мы ягоды собирали. Я поехал к ним, стал с ними говорить. Ну, рассказали им о Боге сколько могли. А они ничего не знают. Вот живут, как животные какие, прыгают, скачут. Разглажаются. Ну, дальше что? Вот здесь вот на рулетку зачем приходят-то? На дешевку поблудить, больше ничего нет. Венерическую болезнь заработать задаром. Ну да, да, так-то вы правы. Так надо жить для Бога, чисто. Поэтому мы людям говорим, если не будут слушать Бога, и вот такой разврат, как на этой рулетке идет, то они проиграли бы эту рулетку свою жизнь. Полностью с вами согласен. Да. Через две недели будет Пасха Христова. Знаем. А вы знаете, как приветствуется на Пасху? Нет. Христос воскрес, говорят. Христос воскрес. А кого говорят? Поистину воскрес. О, молодец. Именно так. А сейчас идет пост. Полторы недели осталось. Если не постились, хоть эти недели попоститесь. Ни молочного, ни мясного, ни яйца не ешьте. Благодаря Богу. Бог дал дожить. Вам уже лет-то, наверное, 25 есть больше? 23. Доварищу 21. Ну вот. А вы моложе меня? Намного. А вы думаете, сколько лет? Ну, думаю, лет 75, поверьте. 80. 80? Да. Ничего себе. Мне Господь позволил пройти без лицемерия путь за Христом. За плечами пять тюрем оставить. Это прилично. Да. И там проповедовать. И там люди обращались, каялись. Это благодать Божия, благодать. Господь благословляет. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Даже самые лютые, когда перевозят с одного места в другое, конвой называется. Там никаких прав нет. И там слушались. О Боге говоришь. И Господь простирает длань свою. Вот так с Богом хорошо. Надо верить. Мы молим Бога, чтобы Господь послал добрых проповедников, христианам, язычникам, мусульманам, иудеям. Чтобы все услышали благую, радостную вещь, что Христос умер за грехи людей. Отец Небесный послал Его, Сына. И Он, воплотившись, взял грехи на Себя. И поэтому сегодня я говорю, я верую, Господи. Помоги моему неверию. Освободи меня от грехов. И Он имеет власть прощать. Потому что грех мой искуплен Его жертвой на кресте. В этом весь смысл жизни. А дальше ты живи по-божески. Знай заповеди. Считай Святую Библию. Конечно, центральная книга – это Евангелие. Оно говорит, отвергнись с себя, отрекись. Возьми крест, то есть страдания. И следуй за Христом, исполняй Его заповеди. И ты на работе тебя будут ценить. Знают, что ты не своруешь ничего. Не пропустишь работу. Что-то замыкает. Ой, вылезь оттуда. Что спрятался-то? Вот. Я не спрятался. Ну что, подними голову-то повыше и поговорим о хорошем. А что о хорошем? О том я вам расскажу о спасении. Вот если у вас есть желание узнать про свою душу, что-то, для чего человек вообще живет. Вот. Можете только не ругаться, чтобы спросить. Хорошо. Мы людям говорим, наша мудрость должна исходить из этой книги. Из Библии. Да. Главная книга мира на все времена. Для всех народов. Я хотел прочитать, все не могу прочитать. Так, а вы можете зайти на наш сайт и там прослушайте это. Прослушайте, я насчитал голосом. А вы можете в интернете зарядить. Зарядите Игнатий Лапкин, Библия, Игнатий Лапкин, Библия. И сразу из гугла скачаете. Читать интереснее книгу. Ну, смотря как. Вы можете дорогой слушать, а читать это надо время. А тут вы включили наушники, там все, и слушаете. У меня есть время, чтобы читать. Ну, это хорошо. А то бывает и времени нет. Я Путину подарил эти диски. Путину? Путину подарил. С запиской, что он теперь говорит, что дорогой еду, могу хоть слушать. Я ему подарил книги свои. У него в библиотеке, видели, мои книги стоят. Трехтомник. А вы что? Я православный проповедник. Город Барнаул, Игнатий Лапкин. Барнаул? Хорошо. Да, мы свидетельствуем миру. Как дела у тебя? Верующие? Верующие, все верующие. Православные христиане. А ты проповедуешь? Да, проповедуем в этом месте разврата Содомия и Гаморья, чтобы люди любили Бога, а не голых баб. Правильно. Правильно. А ты ему говоришь? Отсвечаю у тебя говорить. Слава Богу. Татьяна, откуда будет? Откуда будешь? У всех вопрос неправильно. Откуда? На том же стуле сижу, как и вчера. О, как. А жидкий. А вы можете... Вот какую книгу вам надо знать? Или... Метки знамет или новый завет. О, правильно. Вы даже хотели спросить, где я нахожусь, да? Да. Город Барнаул, Алтайский край. Алтай. Называемое «Житие Сосибири». Мы благодарим Бога за новый день, которого никогда еще не было. Да. Мы благодарим Бога за живое Слово Его, которое Он нам оставил. Все. Видишь, как вы все-таки... Раз вы улыбнулись, считай, лишний день проживете. Вы когда видали эту книгу, считали? Нет, да? А вы знаете, что через полторы недели Пасха Христова будет? Ну и как приветствоваться будем? Что в этот день, как говорят? Вы когда-нибудь читали эту книгу? Знаете, да? В ней источник жизни. Она свидетельствует о рождении и смерти нашего Господа Иисуса Христа. Что Он умер за наши грехи. Вы в это верите? Понятно,はは. Доступ seperti в этой книге.